Привет мальчишки и девчонки, добро пожаловать на канал Аршпанзер, где мы продолжаем проходить XCOM Химера Скват. В прошлой серии мы давили бунты в районе трубы, благополучно с этим справились, недовольство у нас здесь уменьшилось. И сейчас единственный район у нас с максимальным недовольством это окраина, но мы пока здесь ничего сделать не можем, потому что здесь у нас неизвестная цель фрации, задания мы пока начать не можем. Поэтому в этой серии у нас на выбор два задания, или управление потоком за 30 лерия, здесь к тому же будет андроид, на этом задании присутствуют андроиды, и игра чисел, свободные отряды. Я немножко не понимаю, что бы это значило, но наверное нам дадут новобранца. Я по крайней мере очень на это надеюсь, и здесь также будут андроиды. Посмотрим, что за андроиды. Срочный депеший штаб-квартира XCOM. Судя по перехваченным переговорам, враги собираются отковать местного аналитика. Штаб просит немедленно вмешаться и спасти его. Новый боец нам будет очень кстати, его мы сможем посадить в сборочный комплекс, чтобы у нас быстрее проходили исследования. Это будет неплохо. К тому же у нас, да, через один день закончится исследование доработанной брони, и мы сможем, наверное, ее приобрести. Я на по крайней мере, на это очень надеюсь, что нам 155 кредитов хватит. Так, ну давайте начинать. Игрочи сил отправить в БТР. Если повезет, мы прибудем к ВИПу еще до прибытия сил противника. Мы должны сопроводить ВИПу в безопасное место, прежде чем вражеские бойцы окружат позицию. Доберитесь до точки эвакуации и сваливайте. Понятно, это что-то новенькое. Ожидаемые параметры транспорт. Ожидаемые противники. Одна волна. И на задании могут присутствовать андроиды. Не могут, а точно присутствуют. Ну особо выбора снаряжения у нас нет. Берем все, что есть. Но мы ничего производить не будем. Но то, что одна комната хорошо, мы сможем сразу на эту комнату использовать анализатор целей или голографический сканер, что нам позволит повысить или точность, или шанс крита. Операция Орел Демон. Поехали. ВИП взят под охрану. К вам идут враги. Так что поспешите в зону эвакуации. Окей. Агенты вероятно будут ранены. Улучшены рефлексы. Все воспользовательные входы бойцы получат 25 защиты на один ход. Окей. Ну давайте. Анализатор цели. Что лучше повысить нам крит? Крит или точность? Давайте точность повысим. Да, пускай будет голографический сканер. Терминал, соответственно, анализатор цели брось уже не может. Что странно. Веша пускай пойдет последним. Давайте, поехали. Гранат пошла. Гражданские он тут бегает. Так. У нас тут... Кто ты? Стрелок. Андроид. Еще андроид. Страж. И солдат. И солдат. Трелок. Ну по-хорошему, конечно, надо бы убивать стража. Но в стража мы, естественно, с 61% не попадем. Почему точность не прибавилась? У меня тоже вопрос. Видимо, она потом прибавит уже во время самого задания. Ну 61% я не попаду. Но если я попадаю, я потом его змеей просто убью. Давайте рискнем. Ну игра, ты когда-нибудь будешь мне помогать или нет, а? Почему ты не хочешь мне помогать, игра? Я ведь многого не прошу. Просто хочу, чтобы мои бойцы попадали в цель. Так, сколько у него жизни осталось? У него осталось две жизни. Он умирает, но он успеет по нам выстрелить. Давайте вот в это в кого 100%. Или нет? 95% в андроида. 95% в андроида. Можем просто поднять воздух. Давайте просто поднимем воздух. Чтобы он не стрелял. Так, вижу нашу випа. Доставьте посылочку, окей. Нам просто нужно уйти. А куда? Вот сюда нам нужно просто уйти. Я так понимаю, волн противника будет много. И нам нужно потихоньку продвигаться вперед. А это что за обозначение? Что это? Ну-ка, по поводу точности. Цель. Дальность оружия. Низкое укрытие. Что-то мне подсказывает, что не работает. Наш бонус. Потому что нет никаких здесь. Ладно. Так, ну хорошо. Страж умрет. Андроид. Может быть попробовать взбеситься на первый ход? Давайте максимум приливаем адреналин ему. Бесимся. И пускай он у нас бежит раздавать противника. Еще разочек. Ну что опять забаговал? Опять бесконечное бешенство? А нет, смотрите, конечно. И давайте кому-нибудь ударим. Можно андроиды, конечно, попробовать убить. Но шанс достаточно невелик. Стрелка. Солдата. Давайте попробуем убить солдата. Скорее всего андроиды тогда будут стрелять в нашего аксиома. Он тогда опять разозлится и еще кого-нибудь ударит. А кто первый бьет? Да, первый... Нет. Но стрелок, конечно, опаснее. Давайте лучше стрелка ударим. Вот так. Еще более-менее в укрытии будем. Оглушай. Пожалуйста, оглуши. Дезориентирован. А, он еще раз ударит. Ну хорошо. А кого сейчас ударишь? Андроида. Промах. Беги, Гри, в безопасное место. А это мы гражданский спасаем. Так, по андроиду, к сожалению, мы промахнулись. Так, товарищ, товарищ, товарищ. Слушайте, его сильно вперед двигать-то опасно. Если я его поставлю сюда, допустим, кто... Ну, страж по нему выстрелить не сможет. Андроиды, скорее всего, будут стрелять на шуму тона. Стрелок только будет там опасен. Но его мы попробуем обезвредить. Давай, вставай в глухую оборону здесь. Да. Отлично, страж у нас отъехал. Андроид самоуничтожения. Ой, промахивается по всему, красота. Затяжка, затяжка, затяжка. Ну, однозначно надо двигаться. Ух ты ж, смотрите, да, как огню дальность на первый ход. Красивая. Однозначно надо двигаться. Потому что на месте стоять нельзя. Чем быстрее мы пройдем это расстояние, тем быстрее мы отсюда эвакуируемся. Поэтому давай сюда в укрытие. И... И что? Можем, конечно, на стрелка плюнуть. Это его убьет. Это убьет только одного. Сколько перезарядка? Три хода. Достаточно много. Но тогда это его убьет. Давайте это мы и сделаем. Отлично. Стрелок умрет. Андроид куда-то пошел. Чтобы сделать, стрелять в Аксиома. Ой-ой-ой, Аксиома. Ты чего? Ты чего сегодня какой гутоперчивый? Так, еще одно действие. На кого можно? На Верджа. На... Аксиома. Давайте на Аксиома сделаем. Пускай он еще разочек ударит. Андроид. Да, если Андроид взорвется. Ну, взорвется, значит взорвется. Аксиом немножко пострадает, не страшно. Да. Разозлишься, Аксиом? Нет, к сожалению, не злится Аксиом. Можно давать, наверное, сразу охрану на него кинем. Залечим его на максимум. Защиту повысим. Будь то он у нас на передовой. Да, друг умер. Дружище умер. Так, ну давай, двигайся вперед. Этого Андроида у нас есть, кем нейтрализовывать, в принципе. Давайте попробуем его оцепинить. Да, на двух ходах мы его оглушили. Забрали себе в сеть. Так, подкрепление неминуемо. Окей. Аксиом. Аксиом, Аксиом. Нам будут этого Андроида как-нибудь убить. А как? Как бы нам его убить? Интересно, откуда придет крепление у них? Вот отсюда придет. Окей. А здесь, кстати, яд. Может быть, они даже в яд забегут, что будет весьма неплохо для нас. Слушайте, эта машина взорвется. Интересно, она что-то горит. Так. А когда... Нет, подкрепление в конце, ход по яде. То есть мы все сумеем сходить. Если стрелять в солдат 79, в андроиды 77. Если бить, 87 и 87. Но андроид тоже взорвется. 79, 77. Ну, пробуй выстрелить. Господи, Аксиом. Тебя не попадают, но и ты не попадаешь. Давайте рывок сюда. Оф, как вовремя. Как вовремя. Так, змея. 90%. Шанс крита 33. Если мы его не убьем, будет весьма все очень плохо. Кстати. Ну, давайте вот так вот сходим. 94%. Давайте мы поднимем вот так вот Верджа. Чтобы он перед киборгом сходил. А здесь пробуй выстрелить. А задержание сколько ты нанесешь? 4-5. Можешь не убить. Нет, значит просто стреляй. А, всего 2 урона. Ну, как же так-то? Всего лишь 2 урона. Конечно, можно его убить. 100% андроида. 43 крит. Терминал у нас далеко получается. Терминал у нас очень далеко от основной команды. Оторвалась. 100% солдата убиваем. 86% андроида. Ну, солдата некем будет добить. Поэтому давайте. Хорош. Он все равно выживает. Так. 2 урона. Не страшно. Так. Давайте просто вот так вот пробежимся. Не будем стрелять. Так. Солдат у нас очухивается. Стреляет. 2 урона в змею. Царапина. Но это не страшно. Ой-ой-ой. Они со всех сторон зашли. Они со всех сторон зашли. Ну, хорош. И в яд, к сожалению, не попали. Так. Ай-яй-яй. Одного ухода не хватает, чтобы эвакуироваться. Аксиому. Так. Ну, она, кстати, наверное, сумеет убежать. Да. Я думаю, что наши гражданские сумеют уйти прямо сейчас. Аксиом. 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 Так. Ну, сколько их? Пятеро. Их пятеро. Цвет шумовая граната, кажется, не тратит действия. Давайте мы ее вот так вот кинем. Да, всех мы их дезориентировали. Можно, конечно, продвинуться вперед. И выстрелить оттуда. Солдата, допустим, убить. Убить, допустим, солдата. Давайте, наверное, так и сделаем. Надо продвигаться вперед. Нельзя стоять на месте. 91% стреляй. Да. Одни меньше. Так, гражданская. Давай, эвакуируйся отсюда. Ладно. Как минимум, аналитика мы спасли. Осталось спастись самим. Осталось спастись самим. Как бы нам получше это сделать. Ну, давайте вот сюда. Упадаем. 67 громилу. 58 андроида. Так, химию сможем только на следующий ход кинуть. Можем терминал, кстати, подтянуть. Давайте это и сделаем. Вот так вот. Так, у нас товарищ дезориентирован, чтобы делать ничего, например. А вержу можем эвакуировать прямо сейчас. Но, наверное, не будем это делать. Встанем в укрытие вот здесь. Давайте что-нибудь мы дезориентируем кого-нибудь. Отспенение на громилу. Или на стража. Но страж уже ходил. Он будет первый ходить на следующий ход. Давайте кинем на него отспенение. Так, громила. Что будет делать? Ну, дезориентация, а не просто так. Андроид. Стрелять будет. Царапина. Не страшно. Терминал, кстати, может уйти прямо сейчас. Мы это и сделаем. Вот так вот. На прощание подлечим затяжку. Чтобы ее сильно здесь не продамажило. А после этого просто уходим. Ай-яй. Нет, он не будет стрелять? Или будет? Ах, промах. Ну ладно. Крепление неминуемо. Ну как тебе сказать? Может быть и неминуемо. Так, что я нажал. Нет. Черт возьми. Сложно играть в параллели несколько стратегий. Потому что управление там разное. Если в одной игре правой кнопочкой ты щелкаешь и движешься, то в другой не движешься. Давайте, 72 на прощание. Ай-яй-яй. Ну как же так, аксилом. Мог так хорошо выдать. А тут знаете, наверное, даже как сделаем? Сделаем мы вот так. Двигайся сюда. Ну смысл языком подтягивать нет просто. Равно сейчас вот этот страж сходит и мы уходим. А страж может даже еще и не сходит. Давайте ему слюной напоследок закинем. Так. Пускай он там раздупляется пока. Ну да, он сейчас придет в себя. Получил отравление. Ходить будет? Ну выстрелит он. Ай-яй-яй, Верш же выстрелит больно. Верш, а ты встань вот сюда. Прилечи себя аптечкой. Максимально демонстративно. Да, и уходи. Все. Прекрасно. Тяжело раненых у нас никого нет. У нас Верш ранен. Затяжка Аксиом легко ранен. И оценка отлично. Жертв среди мирных жителей нет. Спасено мирных жителей 6. Врагов убито четверо. Количество этапов 1. Раундов завершения 4. Эт аналитик отслеживал перемещение экспортных товаров. Благодаря вашему вмешательству и многих поселениях в регионе появилось будущее. Супер, вы мне бойца дайте. Я вообще буду счастлив тогда. Я вообще буду счастлив. Потому что бойцов просто катастрофически не хватает. Так, уровень анархии в городе вырос до 2. Уровень недовольства в районе железнодорожного пола вырос до 3. Уровень недовольства в районе... А, это свободный от... Нет, подожди, свободный отряд. Ну что такое свободные отряды? После оккупации Адвента прошло 5 лет. Жизнь сильно изменилась для всех. И для людей, и для пришельцев, и для гибридов. Что нас ждет теперь? Хватит ли нам сил преодолеть тысячи новых трудностей? Мы постараемся найти ответ в новой передаче Героя Возрождения. Новые предметы. Ох ты ж. Сколько стоит? 200! Ешкин кот. Что такое свободный отряд? Бесплатный полевый отряд нужно создать нового полевого отряда в одном из районов для улучшения уже существующих без оплаты разведа на... Ай-яй-яй. Я думал, нового бойца дадут. Улучшенная доработанная броня. Опытные боевые отряды. За три хода. Ой-яй-яй. Ой-яй-яй. Так, ладно, что нам нужно в первую очередь? Ну вот это шесть дней исследовать, ну не знаю, наверное, не очень эффективно будет. Обязательно сюда бойца нужно ставить у нас. Так, ну вот, наверное, он у нас вернется, не буду его потом посылать на новое задание. Пускай сидит в сборочном комплексе. Хотя сейчас можно одного бойца оставить в сборочном комплексе, пока никого не отправлять на подготовку. Орень недовольства вырос, понятно. Так, и сейчас у нас, кстати, можно будет еще в этой серии выполнить что-нибудь вот такое. Контакт с рынком собирателей. Но нет, бесполезно. У нас разведданных нет. Мы его даже если и откроем, мы ничего там купить не сможем. Интересно, а можно улучшить? Улучшить бесплатно. Нельзя, ну-ка, 5 разведданных, 20 разведданных о заполнении заданий в этом районе. А здесь у нас что, тоже разведданные? Ну да, пока нельзя. А чтобы поставить, сколько это стоит? 80 стоит, а улучшить? Ну тоже 80. То есть все равно, что нам делать, поставить новый или улучшить существующий. Поэтому давайте вот здесь вот поставим инженерный отдел. И у нас получится полевой отряд в каждом районе. И получится всех отрядов у нас по три. Так ведь здесь вот денежных три штуки. Так, это какой? Отдел безопасности. Это сейф типа. Да, отдел безопасности тоже три штуки. И инженерных отделов у нас тоже будет три штуки. А, бесплатно. Да, прекрасно. И все, и у нас появился отдел в каждом районе. Мы теперь можем использовать отдел по расследованию особо опасных преступлений. Насколько снижает? Снижает уровень анархии на единицу плюс один, если в каждом районе есть полевой отряд второго уровня, плюс два, если в каждом районе есть полевой отряд третьего уровня. Ага. Перезарядка пять ходов. Ну нет смысла это экономить. Через пять ходов вряд ли у нас появится в каждом районе отряд второго уровня. Поэтому давайте используем прямо сейчас. Да. Здесь снизим уровень анархии на единичку в городе. Прекрасно. Так, и что у нас на выбор есть? Давайте сюда. Мы посадим, посадим кого? Улучшенные аптечки. Ох ты, улучшенные аптечки появились. Улучшение медпакеты. Все. Итог нано-медпакеты. Неплохо. Штурмовая взрывчатка. Совершенная броня. Новый проект на складе. Улучшение. Совершенная броня. За пятнадцать ходов. Обалдеть. Обалдеть. Так, а доработанное что дает? Заменяет всю стандартную нательную броню на доработанную. Плюс 200 денег надо. Два очка здоровья. Одна единица вспомогательного снаряжения. Это круто. Это круто. Круто, круто. Но пока нет. Давайте в сборочном комплексе. Тогда. Тогда, тогда что лучше. Ну, совершенную броню нет. Мы отдадим просто весь Эллерий. За пятнадцать ходов. Очень долго. Штурмовая взрывчатка. Лучше на аптечке. В принципе, аптечек нам пока хватает. Опытные пылевые отряды. Вот это, наверное, можно было бы. Но разведданных у нас не так много. Разведданных пока не так много. Оружейная оптика, лазерные прицелы. Просто прицел. Доработанные винтовки. За шесть дней. Исследуется, если оставлять человека. То есть, нам за три дня исследуют. Но у нас денег маловато. Мы пока не сможем это сделать. Потому что нам банально броню надо сделать. А у нас еще 45 кредитов нет. На это. Улучшение медпакеты. Все. Итог. Нано-медпакеты. Улучшение медпакетов. А он за это нужно будет заплатить, чтобы вот нано-медпакеты получить или что? Немножко непонятно. Модульные андроиды. Баллистическая пашка. Но андроидами я пока вообще не пользуюсь. Пылевые отряды можно улучшить до второго уровня. Модульная броня. Так, здесь обезврежущая бомба. Дымовая граната. Свет-шумовая граната. Совершенная броня. Это еще мощнее будем. Это можно... Ну нет. 15 нет. Очень долго. Пистолеты, дробовики, пулеметы, винтовки. За 55 лерия. Слушайте, прям сложные какие-то выборы. Очень сложные выборы. А по снаряжению, чего у нас больше? У нее пистолет, пулемет, насколько я понимаю, да? Да, пулемет. Медик у нас автомат. Аня, тоже пулемет. Увержи автомат. Да, увержи винтовка. То есть, по-хорошему, мы в отряде. У нас основные два бойца с пистолетами и пулеметами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не заняты агенты. Ну, не заняты агенты. Давай, садись сюда. Давайте все-таки решим, что мы сделаем. С агентом за три дня у нас это все провернется. За три дня опытные полевые отряды. Опытные полевые отряды. Или все-таки как-то оружие. Доработанная винтовка, доработанный пулемет. 55 Иллерия. За три дня. Давайте, народ, доработанные пулеметы мы запустим. Или улучшенные аптечки. Доработанные пулеметы. Ну, что это нам даст? Насколько урона у нас больше станет? Не могу сказать. И вот то, что усложнили. Просто разные. Отдельные винтовки, отдельные пулеметы изучать. Это весьма сложно. То есть, нам, чтобы все это изучить, нам нужно 220 Иллерия. 220 Иллерия надо. Мы в неделю получаем 30. Так, а у нас миссии какие там есть? На что? Или 35 Иллерия, или 45 разведданных? 35 Иллерия, или 45 разведданных. Понятно. Ушные аптечки. Ну, давайте пулеметы возьмем. У нас их все-таки в отряде два бойца с пулеметами. Пускай и следует. Что мы здесь возьмем тогда? Иллерий, или разведданный? Разведданных. Станет у нас 65. Или Иллерия. Разведданных по-хорошему надо бы подкопить, чтобы наконец-то открыть уже этот черный рынок рано или поздно. Иллерия, в принципе, нам пока хватает. 30-30. Хотя нет, давайте все-таки Иллерий отправить в БТР. Да. Так, уровень анархии в городе вырос. Наемники сдались без боя. Полиция 31 утверждает, что если бы не макроупролития, было бы не избежать. Агент Херувим. Доклад о выполнении специальной операции патрулирования. Священная спираль не может вылечить уедание. А лишь использует кризис в здравоохранении для вербовки бойцов. Ну, понятно. Положите конец их махинациям. Покажите году 31, что на самом деле это убийцы и беспринципные лжецы. Ожидаемо. Но надежда была, ладно. Так, не может вылечить бойцов. Понятно. И у нас появилось... Хочешь запустить зубу настоящую вкуснятину? Тогда приходил дворец бургеров. Понятно. Перебежчик, а что дадите? Адреналиновое волокно, минус 2 недовольства, 25 разведданных. Или же выселение агентов спирали из жилого здания. Слушайте, а вот сейчас вопрос на самом деле интересный. Если мы идем сюда, мы здесь снижаем недовольство. А здесь у нас становится максимальный уровень недовольства. Ладно, это в любом случае уже в следующей серии будем смотреть. Так, разведданные у нас появились. Можем в очередной раз его на спецоперацию отправить. А можем оставить в сборочном комплексе. Нет, ну а сейчас на задание, наверное, пойду тем же составом. Пускай у нас пока в сборочном комплексе сидит. А вот спецоперации. Или не отправлять пока никого? Нет, вот за кредитами надо отправить обязательно. Три дня, да. Обязательно отправляем за кредитами. Нам нужна броня новая. 155 кредитов у нас. Ладно, давайте уже в следующей серии определимся, куда нам лучше сходить. Я сейчас на самом деле думаю даже, что может быть один день пропустить вот это выселение агентов спирали из жилого комплекса. Потому что очень интересное вот здесь задание. Нам дадут адреналиновое волокно. Минус 2 недовольства будет. Еще 25 разведданных отсыпят. Ну еще разведданные, возможно. Ой, нет, подождите, я слишком сильно жал. Ожидаемые... А, тоже транспорт. Перебежчик в районе трубы. Это, по всей видимости, тоже нужно будет гражданского спасти. Ну да ладно. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Еще раз всем большущее спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok